МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей СОРОВ-24. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. 19 мая пионерия отмечает вековой юбилей. В Дворце детского творчества прошла церемония награждения тех, кто внес большой вклад в развитие движения. Предупредить легче, чем лечить. Соровчан приглашают на диспансеризацию. Прорыв 2022. В Сарой проходит чемпионат по футболу среди детских садов. Далее расскажем по всем подробно. Правительство увеличило максимальный размер ипотечного кредита с использованием льготной ставки. Как подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин, несмотря на внешнее давление и непростую экономическую ситуацию, власти сохраняют все возможности, чтобы люди и дальше улучшали свои жилищные условия. Сегодня они могут оформить льготную ипотеку на покупку квартиры в новостройке, земельного участка или на строительство собственного дома. По поручению президента принято решение снизить до 9% ставку по такому займу с лимитом до 12 млн. рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и до 6 млн. рублей для всех остальных российских субъектов. Максимальный размер кредита с использованием льготной ставки на покупку жилья увеличен до 30 млн. рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей до 15 млн. рублей для других регионов. При этом сумма льготного кредита остается на прежнем уровне, но теперь ее можно сочетать с дополнительной суммой, взятой по рыночной ставке. Так граждане смогут приобрести квартиру и большей стоимости, а дополнительные средства привлечь по рыночной или другой субсидируемой ставке, подчеркнул Михаил Мишустин. Программа будет действовать до конца года, а банкам, которые выдают такие кредиты, компенсируют ставку в пределах льготного лимита. В Сарое продолжают отмечать 100-летие пионерии. 19 мая на лыжной базе ребята, только вступившие в ряды организации, встретили рассвет. Вечером в парке Зернова для юных пионеров прошел праздник «Здравствуй, друг». Не остались в эти дни забытыми и ветераны движения. Во Дворце детского творчества наградили тех, кто посвятил свою жизнь воспитанию подрастающего поколения и сохранению исторической памяти. Будь готов, всегда готов. Для собравшихся в зале Дворца детского творчества бывшего Дома пионеров – это не просто слова. Много лет эти люди посвятили пионерскому движению, сначала будучи детьми в рядах пионеров, а после обучая подрастающие поколения и передавая им веру в идеалы и ценности движения, которое зародилось в нашей стране столетия назад. «Именно вы сумели сохранить те идеалы и те ценности, которыми мы дорожим сегодня. Поэтому спасибо вам за искреннюю преданность пионерии, за вашу верность исторической памяти. И я желаю вам здоровья, сил, оптимизма, и чтобы все то, что вы так стремились передать нам, мы смогли теперь передать следующему поколению». В нашем городе пионерская ячейка образовалась в 1927 году. Трудно было создавать ее, но еще труднее оказалось сохранить в 90-е годы, когда привычный мир разрушался. Тогда на смену пионерии пришла организация «Сияющие звезды», известная сегодня своими проектами и делами далеко за пределами города. Одним из ее учредителей стал Иван Сидников. За свой вклад в развитие организации Иван Иванович из рук главы города получил почетную грамоту Сарова. «Все держалось раньше и держится. На сотрудников вот этого прекрасного дворца, на сотрудников Горано, как раньше говорили, на Дмисе, на руководстве школ, на пионерских вожатых и, конечно же, на активных детях. Я считаю, что у нас очень прекрасные дети». «Пионерия живет целый век, и это означает, что формат такой деятельности очень удачный», отметил председатель Думы Антон Ульянов. «Пионерское движение – не классическое дополнительное образование. Скорее его можно сравнить с профориентацией. Находясь внутри организации, участвуя в ее делах, ребенок может попробовать себя в разных видах деятельности». «Самая важная функция, которую несет пионерская организация, это воспитание патриотизма, воспитание любви к своей стране. Может быть, через какие-то, пусть такие ритуальные действия, которые, может быть, детям изначально не очень понятны, но достаточно глубокий смысл во всем, и каждое действие всегда существует». В нашем городе пионерия продолжает активно развиваться. В этом году ряды Союза детских организаций «Сияющие звезды» пополнили 544 школьника, которым предстоит хранить верность красному галстуку и защищать лучшие традиции пионерского движения. Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Другая важная информация в подборке коротких новостей. Правительство расширило поддержку молодых предпринимателей. Граждане до 25 лет, которые решили открыть свое дело, смогут получить грант от 100 до 500 тысяч рублей. Его можно потратить на создание и развитие своего дела. Для этого необходимо пройти бесплатное обучение по основам предпринимательской деятельности и обеспечить софинансирование не менее 25% от стоимости проекта. Подробности можно узнать в Центре поддержки предпринимательства по телефону 992-64. В Москве прошел заключительный этап Всероссийской студенческой олимпиады по физике 2022. В заключительном этапе социализались 37 студентов из 12 вузов страны. По результатам командного зачета команда Сарфата и Нияумифи стала призером второй степени, уступив только команде главного вуза. Школьники Сарова могут принять участие в конкурсе «Слава Созидателям». Прием заявок продлили до 15 июня. В этом году две номинации. Один в один с Созидателем. Нужно найти архивную фотографию Созидателя и постараться точно воспроизвести его образ, сделав свою фотографию. Вторая номинация – «Комикс о Созидателе». В ней нужно изобразить события из жизни своего героя в виде рисунков, объединенных сюжетной линией. Творческие работы необходимо направить координатору муниципального этапа до 15 июня, включительно на адрес электронной почты, который вы видите на экране. После подведения итогов муниципальный оргкомитет направит лучшие работы города для участия в заключительном федеральном этапе конкурса. В широкий прокат вышел документальный фильм Андрей Сахаров «По ту сторону окна». В нем использованы ранее нигде не опубликованные рассекреченные материалы из архива КГБ СССР и ЦК КПСС. Видеозаписи КГБ, сделанные во время ссылки в городе Горьком. Воспоминания друзей, а также самого Андрея Дмитриевича. Из фильма зритель узнает также о том, как устроена водородная бомба и чем она отличается от атомной, в чем суть ядерной реакции, что такое термоядерный синтез и многое другое. Часть съемок велась в Сарове. Для лиц старше 12 лет. Поликлинка номер один приглашает саровчан пройти диспансеризацию. Ее цель – профилактика и выявление распространенных хронических и онкологических заболеваний, которые все чаще становятся причиной инвалидности и смертности. Подробности далее. Ваше здоровье в ваших руках. Выявить факторы риска или обнаружить опасную болезнь на ранних стадиях можно, пройдя диспансеризацию. Все желающие в возрасте от 18 лет могут на нее записаться. Сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, онкология – все эти болезни, которые еще в прошлом веке поражали в основном людей старшего возраста, стремительно молодеют. Но чем раньше их обнаружить, тем выше у пациента шанс на выздоровление. Недавно к нам обратилась молодая женщина с раком шейки матки на стадии метастазов, которая длительное время не обращалась за медицинской помощью. Если бы она ежегодно проходила медицинские осмотры, заболевание было бы выявлено намного раньше, на ранних стадиях, и лечение было бы намного успешнее. Диспансеризация состоит из двух этапов. На первом у пациента берут анализы, делают кардиограмму, спирометрию, флюорографию. Женщина осматривает акушер-гинеколог. Затем всех ждет консультация терапевта. При необходимости в случае выявления отклонений доктор направит на второй этап диспансеризации. Мы направляем пациентов на дополнительные обследования, такие как компьютерная томография органов грудной клетки, УЗИ сердца, эзофагогастродуаденоскопия, колоноскопия. Направляем пациентов на консультации к узким специалистам, то есть в зависимости от того, где мы выявили отклонения. При необходимости пациента направляют в стационар для прохождения лечения или реабилитации. Кроме того, после прохождения диспансеризации можно получить путевку в санаторий. Запись идет на портале пациента или по телефону колл-центра 95511. Напоминаем, что вход в первую поликлинику перенесли из-за ремонта холла. Попасть в здание можно со двора. С наступлением теплого времени года возрастает число заявлений о краже велосипедов и самокатов. Нередко транспорт оставляют без присмотра или пристегивают замком, который легко вскрыть. Этой небрежностью и халатностью все чаще пользуются злоумышленники. В прошлом году в Сарове украли 19 велосипедов. Пять из них нашли. 16 преступлений остались нераскрытыми. В этом году заведено одно уголовное дело по факту кражи. Похищенные велосипеды потом перепродают. В прошлом году несколько изъяли в Арзамасе. В первую очередь похищают из подъездов. Бывает, что велосипеды лежат там без присмотра несколько месяцев, зачастую непристегнутыми. Просто стоял обычно под лестницей первого этажа обычно похищения происходят. В тех домах, в основном, где двери в подъезд никаким образом не оборудованы, ни кодом, ни электронным ключом. Но и противогонный трос, не панацея. Часто вор имеет при себе оборудование, чтобы перекусить цепочку. В основном целью становятся дорогие велосипеды от 20 и более тысяч. Преступники присматривают их заранее. Еще одно излюбленное место воров – открытые площадки у школ, учреждений дополнительного образования и магазинов. Оставили на 15, 20, 30 минут или несколько часов велосипед. Не пристегнули его никаким образом. Вышли, велосипед нет. Сотрудники полиции советуют ни в коем случае не пренебрегать противоугонным тросом. Зачастую злоумышленники просто крадут оставленный без присмотра транспорт. И цепь в этом случае их остановит. Шестилетняя Мирослава, прежде чем освоить навык езды на велосипеде, на зубок выучила все правила безопасности. Я знаю, что велосипед надо пристегивать на улице и хранить его в квартире. Также можно установить велосигнализацию. Датчик будет реагировать на вибрацию или прикосновение и включать звуковой сигнал. Также специалисты советуют, уходя, устанавливать самую низкую передачу. Даже если вор угонит ваш велосипед, быстро скрыться с места преступления у него не получится. Сходу разобраться с переключением передач не так-то просто. Если вы находитесь поблизости, у вас будет время догнать злоумышленника. Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. 21 мая в Молодежном центре состоится семинар «Особенное детство. Поддержка и развитие». На встрече расскажут о воспитании, образовании и социализации детей с ОВЗ. Уже второй раз Молодежный центр проведет для родителей особенных детей семинар, чтобы оказать им информационную и консультативную помощь. На встрече, которая пройдет 21 мая, выступят специалисты из разных сфер, работающие с такими ребятами. Будут обсуждаться вопросы образования, развития особенного ребенка. Свою помощь он, например, каким-то образовательным моментом подскажут, где-то помогут найти ответы на вопросы, которые родителям, конечно же, интересны. Среди приглашенных спикеров – педагоги, психологи Теплого дома и 9-го интерната. Руководитель городской психолого-медико-педагогической комиссии и специалист по адаптивной физической культуре Молодежного центра. Этот семинар проводится у нас в рамках благотворительного марафона «Город единства непохожих», который стартовал в конце апреля. И цель этого марафона – адресная помощь молодежи с ограниченными возможностями здоровья. Участие в семинаре бесплатное. Начало в 10 утра 21 мая. Записаться можно с помощью гугл-формы в группе Молодежного центра ВКонтакте. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». В Сарой проходит чемпионат по футболу среди детских садов. Мальчики и девочки от 5 до 7 лет демонстрируют навыки командной игры и владения мячом. На первом дне соревнований побывала наша съемочная группа. Практически с первых минут матча 40-й детский сад завладел преимуществом и сохранял его до конца игры. Маленький вратарь мужественно защищал ворота, а нападающие теснили соперников на их половину поля. Все 20 минут игры воспитанникам 40-го сада удавалось отбивать атаки футболистов 37-го сада. Мы готовились к этой игре, чтобы стать чемпионом. Нам понравилось играть, потому что там большие ворота и большой зал. Мне понравилось, что мы забивали другим гол четыре раза. И я был в запасном команде. Если кого-то поранили, я встану и буду играть в футбол. Мне понравилась игра, потому что мы выиграли и много забивали голов. А вот 37-му саду в тот день явно не повезло. И в игре с сороковым детским садом, и в следующем матче с первым садом фортуна была на стороне соперников. Нам все время забивали голы. Мы бегали, забивали, но они все-таки забивали. Эти матчи стали первыми в череде игр юбилейного пятого чемпионата Сарова по футболу среди детских садов «Прорыв». В этом году заявилась 21 команда, на одну больше, чем в прошлом. Интерес к турниру растет и среди администрации садов, и среди их подопечных. Турнир проводится по интересной системе. В принципе, она уже годами отработана. Мы поделили все сады на семь групп. В каждой группе команды играют свои турниры, выявляют победителя. То есть первое, второе, третье место. Победители и лучшие по всем показателям команды образуют золотой кубок, занявший второе место, и две лучшие команды на третьем месте – серебряный кубок. Самая слабая команда на 21 месте сразу вылетает. Остальные четыре команды будут бороться в группе бронзового кубка. Главная цель соревнований – привлечь детей к игровым видам спорта. Видно, что какие-то дети куда-то ходят. Но мы для этого и проводим, чтобы тренера приходили, инструктора приходили, посмотрели. Там уже с родителями, с детьми более плотно общались, заинтересовывались, что ли. Финальные игры чемпионата Сарова по футболу среди детских садов пройдут в среду, 25 мая. Екатерина Опенова, Андрей Махмудов, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте «Одноклассники». Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские программы. В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!